Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим, как нарисовать вот такой очаровательный мохнатый значок ТикТока. Во-первых, здесь у нас с вами перелив, а во-вторых, пушистость. Рисовать мы будем в программе Adobe Illustrator. Это компьютерная программа. И сейчас я уберу данный значок, потому что мы его с вами создадим сами с нуля. Сделаем его невидимым, создадим новый слой. Значок ТикТока я оставляю для того, чтобы правильно потом с него взять форму. Первое, что мы начинаем делать, рисовать кружочки. Выбираем инструмент Ellipse, с нажатой кнопочкой Shift рисуем два небольших кружочка. Сейчас просто их с черным контуром сделаю, а потом уже будем работать с заливкой. Раз и два. У нас получилось два кружочка. Теперь нам нужно переснять цвета с нашего ТикТока. Нашего образца у нас будет всего три цвета. Раз, два и три. Убираю прямоугольничек. Здесь будет бирюзовый. Здесь у нас будет черный. И здесь у нас будет цвет больше похож на мадженту. Я думаю, что будет правильно его так обозначить. Вот. Три цвета. Создаем из них новую цветовую группу. Сразу нам будет удобно. Убираем. Теперь наш с вами кружочек. Можно сразу оба. Заливаем градиентом. При этом убираем цвет заливки. Оставляем только цвет контура. Оставляем только цвет заливки. И нам нужно градиент сделать так, как у нас с вами цвета в ТикТоке. Соответственно. С одной стороны у нас будет бирюзовый, с другой маджента, а по центру будет черненький. При этом мы можем настроить, чтобы, например, черного было поменьше. Вот здесь вот ползуночками справа. Сделаем такую настройку, чтобы переход был более мягкий. Мы сделали. Подготовили. Теперь будем делать переход. Выбираем два объекта. Объект. Переход. Создать. Можно вызвать его кнопочками Alt, Ctrl, B. Но я люблю через меню это больше делать. Мне так комфортнее. У нас произошел переход. Еще раз. Объект. Переход. Параметры перехода. И вот здесь у нас есть с вами настройка. Мы задаем заданное число шагов. Ставим кнопочку просмотр. И пробуем задать, ну скажем, 100. Но смотрите, что получается. Видите, оно между собой сливается и становится более гладким. Но нам понадобится около 300 штук. Я уже заранее знаю. Получается как будто бы такой вот гладкий переход. Теперь нам нужен контур самого значка TikTok. Для этого я беру перышко. И ровно по центру этого значка мне нужна именно форма вот этого вот знака. Как твердый знак, как мягкий знак. То есть мне нужен просто его контур. Притом не замкнутый, а нарисованный линией. И чтобы была вот правильно обозначенная линия. Вот таким образом. Если чувствуете, что где-то что-то неправильно, мы можем с вами любую точку подергать, подправить, посмотреть на нее направляющие. Слава богу, у нас это вектор. Вектор позволяет вносить изменения столько, сколько вам надо, пока вы не добьетесь того результата, которого вы хотите. Вот таким образом у нас получается путь. Соответственно, этот значок нам больше не понадобится. Вот он путь. Сейчас я его сделаю покрупнее. Пропорционально покрупнее. Это просто линия, нарисованная пером, не замкнутый контур. Теперь наш переход и эту линию выбираем вместе. Еще раз, объект, переход и заменить траекторию. Смотрите, какой у нас очаровательный получился тикток. Уже, в принципе, здорово, красиво и классный эффект такой 3D анимации. Если вы хотите, чтобы вот этих вот вибраций не было, как видите, вот здесь как чешуйка такая получается, то вам нужно добавить количество шагов. Шагов, объект, переход, параметры перехода. Если вы вот здесь сейчас поставите, например, количество шагов 500, то они уйдут. Видите, их меньше становится. Можно еще больше добавить, таким образом будет еще более плавный переход. Вот видите, оно меняется. Вот он совсем стал плавным. То есть уже классный, объемный такой 3D тикток. Как нам теперь его сделать мохнатым? Для этого тоже есть у нас определенная функция, эффект. Исказить и трансформировать огрубление. Мы его выбираем. И смотрите, сейчас все волшебство, которое вот именно завораживает, будет происходить. Мы будем с вами корректировать размер и количество деталей. Размер. Смотрите, видите, как он начинает обрастать. При этом пока мех такой грубый. А теперь детали все меньше и меньше и меньше нашей ворсинки. Таким образом, при помощи этих ползуночков мы настраиваем тот внешний вид, который нам нравится. С какой здесь будет показатель, насколько будет активный мех, насколько он будет у нас пушистый. Соответственно, это уже вы выбираете сами по вашим усмотрениям. Будет угловатый или гладкий, тоже относительный или абсолютный. Здесь вот уже посмотрите. После того, как вам понравился результат, и вы решили, что это то, что вам нужно, нажимаете ОК. Ваш мохнатый тикток готов. Используйте этот прием. Это достаточно простые функции программы Adobe Illustrator. Но при этом они зрелищные и очень часто производят эффект вау. Хотя, как видите, все можно сделать быстро, просто и удобно. Обязательно пробуйте. Если появятся вопросы, присылайте, я на них отвечу. До скорых встреч. Пока-пока.